Недавно команда Рубика провела вебинар об американской виде для инвесторов AP5. Смотрите запись вебинара. Для удобства просмотра мы разбили видео на темы. Их название и время начала сможете найти под видеозаписью на странице YouTube. Приятного просмотра! Так, Виталий, здравствуйте! Мы сегодня будем обсуждать переезд через бизнес, через инвестиции. И, собственно говоря, немножко поговорим про инвестиции, про то, что надо делать для того, чтобы получить такую грин-карту. Какие вообще бывают типы инвестиционных объектов, которые помогают переехать в США? Я хочу немножко отдать информацию про нашу компанию, где я работаю. Она называется «Региональные центры CMB». И мы довольно старая компания на рынке иммиграционной программы AP5. Мы предлагаем инвестиционные возможности для тех людей, которые хотят переехать в США на постоянной основе по грин-карте через инвестирование. Эта программа называется EB5. И то, что мы предлагаем, как и другие региональные центры в программе EB5, это инвестиции в строительство новых объектов. Этот способ инвестирования, он доказал создание большого количества рабочих мест. Это необходимые условия для получения грин-карты, что инвестор должен создать 10 рабочих мест своей инвестицией. И мы предлагаем различные типы инвестиций в недвижимость. То есть это может быть гостиничный объект или жилая недвижимость, офисная недвижимость. В этом году мы предлагаем инвестиции в логистику, то есть строящиеся логистические центры для цели использования передвижения товаров, которые покупаются, как правило, через онлайн. И онлайн-торговля очень развита в США. Такие логистические центры строятся по всем штатам США, особенно в прибрежных районах, Калифорния или Восточные побережья. И они берутся в аренду или покупаются большими компаниями, как Амазон. И этот тип недвижимости в условиях коронавируса в этом году, он чувствует себя очень хорошо, потому что люди имеют на руках достаточные средства, экономика США и правительство США помогает финансово. Есть такие стимулы с чеки, и люди покупают больше товаров. А, соответственно, движение товаропоток увеличивается, и требование спроса на такие логистические центры в этом году растет. Давайте, для тех, кто только присоединился и начал смотреть нашу трансляцию, то есть мы говорим сегодня о том, как переехать в США через инвестиции. И вот, собственно говоря, есть два способа. В основном, да, это EB-5, и это вы получаете грин-карту сразу, или это E-2, про это немножко мы попозже поговорим, да, это не эмиграция, это просто инвестиционная виза. И вот, видали, только что рассказал о том, что есть классная... То есть раньше люди инвестировали в разные небоскребы, да, как бы на берегу океана или там гостиницы и что-то такое. Сейчас немножко в посткоронавирусном мире, да, все изменилось, и теперь есть другие приоритеты. И как бы, ну, то, что раньше на этом можно было заработать, да, или получить разрабатывать инвестиции, сейчас не работает. И вот сейчас как бы работают логистические центры. То есть это, по сути, склад, правильно, Виталий, на который доставляют товары и дальше переправляют какое-то другое место? Это, да, это огромный склад, это может быть склад в 100 тысяч квадратных метров. Он, конечно же, оборудован всем необходимым для того, чтобы ускорить процесс обработки товаров. Это конвейерные линии и подъезды и открывающиеся двери для больших фур. То есть это объекты, которые строятся довольно быстро. И главное, это можно вернуть инвестиции, правильно? То есть как бы за квартир или нет, не факт, а вот как бы сейчас всем нужна доставка разных товаров. Ну, те люди, которые живут в США, они видят, насколько сейчас больше людей покупают различных товаров через онлайн. И многие магазины закрылись или перешли на онлайн-торговлю. Например, такой магазин торговли, как TG Maxx. Он известен, наверное, всем, которые проживают в США. Окей, то есть давайте, ну, собственно говоря, да, то есть очень... Я знаю, что Виталий может, да, как бы не говорить это по разным юридическим аспектам, да, но, собственно говоря, я знаю, что региональные центры CMB, да, то есть которые представляет Виталий, они, собственно говоря, сейчас строят два проекта такие логистические, да, которые... Они не могут говорить, кто как бы их уже выкупил, но я могу намекнуть, что это такая компания, которая принадлежит самому богатому человеку в мире. Вот. И, ну, то есть, и мы как бы можем, видимо, понимать, что тут инвестиции уже все-таки скорее всего вернутся, да, то есть... Но мы не раскрываем вот в прямом эфире название этих компаний, потому что эти обе компании — это строящиеся объекты, и существует, конечно же, большая конкуренция на этом рынке. И для того, чтобы мы давали всю полную информацию, человек должен уже серьезно заинтересоваться проектом и получить партнерские документы для изучения. Вот. Но да, это компании, которые находятся в верхнем списке, в верхней части списка Fortune 500. Я хотела уточнить, да, что когда мы говорим о иммигранции через инвестиции, вы можете сами инвестировать, да, сейчас вот вам Ирина, которая иммиграционная адвоката, объяснила, да, а можете инвестировать через региональное центро, которое, например, сегодня представляет Виталий. Если вы сами инвестируете, вам нужно инвестировать больше денег. Если через региональный центр, то меньше денег. И, главное, региональные центры — это те ребята, которые занимаются давно как бы тем, что принимают инвестиции от иностранцев, у них есть лицензии от государства, и с ними, видимо, надежнее в незнакомой стране инвестировать, как мне кажется. Ирина, можно описать очень кратко процесс AB5, к чему заключается, и чтобы люди, может, не слышали даже о мире представлений? Добрый день. Если кто-то только что присоединился, меня зовут Ирина Ласт, я партнер в иммиграционной фирме Palant & Last, и у нас офисы в Нью-Йорке, в Коннектикуте, но очень много клиентов мы представляем виртуально по всему миру, так как у нас лицензия федеральная. Программа AB5 предусматривает два варианта. Существует прямая инвестиция и существует инвестиция через региональный центр. Самая большая разница, что инвестиция через региональный центр это пассивная инвестиция. То есть вы инвестируете, вы можете продолжать жить в своей стране, и за вас идет вся работа, вам не нужно обеспокоиться о создании рабочих десяти мест, вам не нужно обеспокоиться о бизнесе. То есть для вас это все, вы становитесь партнером, и для вас вся эта работа проводится региональным центром. Оригинальных центров много сейчас в США аккредитированы, по-моему, более 900, детали может меня поправить. Региональный центр, это как, можно объяснить, то есть так, чтобы было понятно, то есть за это дают грин-карты, правильно? Нет, не за это дают грин-карты, вы вкладываете в один из проектов регионального центра. Иногда у регионального центра может быть один проект, два проекта, три проекта. Обычно мы работаем с самыми известными, большими региональными центрами, которые уже возвратили много денег своим инвесторам, и приспособились к экономике США. То есть они знают, если, допустим, происходит падение в экономике или какие-то изменения, они умеют адаптироваться. То есть очень опасно инвестировать в региональный центр, который только начал существовать, и еще как бы особо не прошел все стадии, циклы, процессы, EB-5 петиции. Поэтому очень важно при выборе, существует два основания, по которым нужно инвестировать в EB-5. Самое первое важное составляющее выбрать правильный региональный центр и правильный проект в этом региональном центре, и нужно подтвердить источник своих средств, что средства легальны. Два компонента, которые составляют успешное дело по EB-5. Можно уточнить сразу? Я хотела бы уточнить для тех, кто, может, никогда не слышал про этот вид, что региональный центр это те ребята, которые берут ваши деньги и гарантируют вам, что они никуда не денутся в ненужные места. То есть они уже давно работают. Ирина сказала, что может быть один или два проекта. Виталий, сколько у вас проектов в CMB оригинального центра? Сейчас мы набираем инвесторов в проект 78. То есть это 78 по счету проекта? Порядковый номер, да. Всего в этих 78 партнерствах я называю их партнерствами, их правильно называть партнерством, потому что в 78 группе два проекта строятся, то есть два логистических центра. А партнерство – это юридическая организация, юридическое лицо, которое состоит из нашего регионального центра и пула инвесторов. То есть в 78 проекте мы планируем набрать 81 инвестора. Эти 81 инвестор вносят в партнерство 900 тысяч долларов на эскроу счет. И таким образом они получают от нас бизнес-план для своей петиции для подачи в иммиграционную службу США. И миграционный адвокат Ирина, она работает с инвестором, готовя эту петицию, потому что кроме бизнес-планов петиции должны быть еще документы, подтверждающие происхождение 900 тысяч. Сейчас мы к этому перейдем, к происхождению детей. Я просто хотела уточнить, я очень, к сожалению, часто слышу, там Катя, мне некоторые говорят, давай ты как бы про рекламируешь, расскажешь, у нас есть как бы там Иван, который открыл региональный центр. Я сам ездил на стройку, они строят под Нью-Йорком. Все будет хорошо. Я когда это слушаю, непонятно, все будет хорошо или будет хорошо. Я просто хотел призвать людей, которые слышат, такие инвестиционные предложения. Самый первый главный вопрос, это сколько людей уже через такого, через эту компанию эмигрировали, получили green card хотя бы, да? У нас, по-моему, 5600 человек, это и более из 100 стран мира инвесторы, и выплата уже произошла, возврат инвестиций во многих партнерствах. Сейчас, по-моему, где-то уже 1500 инвесторов, которые достигли срока выплаты в партнерствах и получили свои деньги обратно на свои индивидуальные счета, уже находясь в Америке с green card. То есть достигли срока выплаты, имеется в виду, что им вернули вложенные деньги? Да. Те деньги, которые они вложили, раньше было 500 тысяч, до 2019 года 500 тысяч долларов, и эти деньги возвращаются на счета инвесторов, и они выходят из партнерства, заканчивается их инвестиционный период. И у нас есть инвесторы из России, Украины, из Белоруссии, из Казахстана, которые уже полностью прошли у TB5 как в иммиграционном плане, у них уже есть постоянные green card, и получили возврат инвестиций. Окей. И как бы я хотел уточнить, кстати, ребята, если у вас у кого-то есть вопрос, вы можете задать свой вопрос, воспользоваться функцией «поднять руку». Сейчас Марина вам напишет, да, Марин, как именно это делать, но вы можете догадаться, там есть функция очень простая в Zoom, как бы поднять руку. Мы тогда сразу дадим вам возможность высказаться, да. Окей. Собственно говоря, очень, то есть надо понимать, что тот региональный центр, через который вы вкладываете, если вы это не делаете сами под собственный проект с нуля, он имеет людей, которые уже успешно эмигрировали, да, как бы, и получили свои деньги обратно. Вопрос, Виталий, деньги гарантированно вам отдают обратно? Вот меня, когда вы сказали «гарантируется», то это такое слово, которое в TB5 произносить нельзя, потому что гарантированная оплата, если гарантированная утрата инвестиций, если такое условие, и миграционная служба видит в петиции инвестора, она петицию эту отклоняет, потому что условие EB5 – это внести деньги в рисковое предприятие. Оно не должно быть рискованным, но оно должно нести в себе элемент риска, то есть вступая в инвестицию, человек должен понимать, что в зависимости от того, насколько будет успешный проект, он может получить свои деньги обратно или часть не получить, или вообще не получить деньги обратно. То есть перед тем, как инвестировать, человек, инвестор, должен изучить историю регионального центра, успешность или какие-то неудачные проекты. И региональный центр должен рассказать инвестору о статистике, а еще лучше и доказать эту статистику успешности и изучить сам проект. То есть должна быть финансовая информация, должно быть расписано по годам финансовые выкладки, как и в каком году будет получаться прибыль с функционирования объекта или с продажи этого объекта. И эта экспертиза, изучение проекта, это является необходимым, не то чтобы условием, а это сделать необходимо перед тем, как принимать решение инвестировать. Ну смотрите, вы нам ранее в Skypress некоторые люди присоединялись сейчас, как бы о том, что у вас 4,5 тысяч клиентов уже получили, эмигрировали, получили вазатор инвестиций. У вас были клиенты, которые не получили вазатор инвестиций, они вам дали 500 тысяч долларов и вы помахали ручкой и сказали адьос. У нас был единственный проект, в котором застройщик не смог вернуть полностью 500 тысяч и мы выкупили долг EB5 у этого застройщика с дисконтом. Там, по-моему, где-то 23% был дисконт. То есть это был единственный проект, в котором инвесторы не получили 500 тысяч, но получили 370, что-то такое. Других проектов, в которых не получили деньги в полном объеме наши инвесторы, не было. Когда мы слышим, я просто слышу, к сожалению, думаю, все присутствующие знают о чем, как бы речь, когда вам гарантируется возврат инвестиций 100%, 200%, 300%. Вы как опытный человек, Виталий, я хочу, чтобы Ира тоже потом это прокомментировала. Вы считаете это сразу понятно, что мошенники? Или бывают варианты возврата инвестиций от 300 тысяч гарантированных? Я всегда говорю, что если звучит в переговорах между потенциальным инвестором и региональным центром гарантия 100% успешности, это red flag, красный флаг. И точно так же, я думаю, Ирина, наверное, скажет, что если иммиграционный адвокат говорит, что 100% ваша петиция будет одобрена, я вручаюсь. Да, все правильно, Виталий. Иммиграционный адвокат в США, и очень часто люди со мной начинают спорить. Мы гарантируем качество нашей работы, что мы проанализируем ваши средства, что мы вам поможем проанализировать документы регионального центра, мы вам поможем подсказать, какие нужно задать due diligence вопросы. То есть мы с нашей стороны сделаем нашу работу на 100% тщательно и правильно. Но гарантировать, если вам адвокат гарантирует 100%, даже 90% результат, 50%, бегите от этого адвоката, потому что мы не имеем права ничего гарантировать. Только качество нашей работы, наш опыт, и только в этом русле. А гарантий ни в коем случае. Но все же я знаю, что вы делаете все от вас зависящее, чтобы все произошло хорошо. То есть Виталий объяснил, честно сказал, что смотрите, у нас было очень много проектов, из них только один не полностью вернул инвестицию, но вернул частично, на почти 75% все-таки вернул. А все остальные вернули на 100%. Ира, я тоже знаю, что как иммиграционный адвокат тоже есть способы, как немножко все-таки повысить уверенность от этой инвестиции. Да, то есть мы должны анализировать средства. Нам очень важно показать источник средств, откуда пришли ваши деньги. Причем мы должны просидеть каждый доллар. Не просто, что вы работали, вы платили налог. Мы должны полностью сходить. Можно с самого начала объяснить? То есть вам могут отказать, как инвестор, если ваши деньги недостаточно светлые. Правильно я понимаю ситуацию? Да, да. Вот, например, ко мне недавно пришла клиентка, петиция была подана не мной, другим адвокатом. Петиция была отказана. Когда я начала проверять, почему же отказали и можем ли мы сделать апелляцию, оказалось, что адвокат всего приложил одну страницу по источнику средств. Обычно у нас 300, 400, 500 страниц доказательств. И мы расписываем в нашем письме адвокатском полностью происхождение средств. Я сумела все-таки все эти документы у клиента взять, мы доказали и нам одобрили. То есть они поменяли свое мнение. Вот это очень яркий пример, где адвокат действительно должен посвятить время, ресурсы и полностью-полностью документировать источник средств клиентам. Ир, я знаю, что когда было несколько клиентов у вас, когда вы смотрели на источник средств предварительно, до того, как вы заключали договор или что-то делали, и когда вы не были уверены, то есть вы видели, что там не совсем все чисто, вы просто отказывались, не брали деньги с человека, зная, что есть вероятность, что откажут. У меня один раз, да, было такое дело, я не смогла представлять клиента один раз. Этот клиент инвестировал биткоины, и биткоины потом переходили в наличную. То есть у него все транзакции были наличкой. наличку иммиграция не принимает, и 100% будет запрос на дополнительные документы и, скорее всего, отказ. Я клиенту сказала честно, что я не могу вас представлять, потому что у вас 99% будет отказ. И клиент оценил, понял и сказал, да, я тогда буду, возьму пару лет, может быть, я тогда смогу как-то другие пути и потом инвестирую. Ну, то есть мы понимаем, что очень важно, чтобы ваши деньги прошли, так сказать, анализ на прозрачность, да, и адвокат заранее может вам сказать, как бы это произойдет или нет. А можно принести примеры, да, как обычно люди наскребают эти деньги на инвестиции? Или может, ну, не знаю, может у некоторых людей есть так на вскидку, но, насколько я знаю, что очень многие люди с разных источников берут, да, какие примеры? Источников очень много, очень много. Например, один вообще экстремальный у меня был клиент из Индии, ему подарили родственники, друзья, где-то 12 человек. Мне пришлось анализировать 12 человек по происхождению средств и писать на каждого человека чуть ли по эссей, откуда у них средства, но это уже экстрим, то есть это очень огромная работа была проделана, и он уже, кстати, получил одобрение. Очень часто недвижимость. Если бы купили недвижимость 20 лет назад, и у меня была клиентка, она купила 20 лет назад в Киеве, сейчас, в центре Киева, сейчас, естественно, цены поднялись, то есть она продала или взяла моргидж, и это будет один из самых лучших доказательств, показать, что цена теперь рыночная поднялась, допустим, на 500%, но это все легально, у нас есть контракт по покупке-продаже, и мы доказали, как она купила эту квартиру 20 лет назад. А моргидж, то есть это закладная, да, то есть кредит на жилье? Закладная, да, кредит должен быть закреплен недвижимостью, просто не может быть кредит просто так. То есть деньги на миграцию можно одолжить? То есть, если, допустим, ваша квартира привязана к кредиту, то да, тогда можно. То есть еще раз хочу сказать, что в этом году, связанное с коронавирусом, Source of Funds, я слышу очень часто вопросы, могу ли я взять кредит, и должен быть этим кредит обеспечен, или это может быть необеспеченный кредит, и много клиентов, особенно из Индии, да, потому что я работаю с Индией тоже, мне говорят, что я тут разговариваю со своими родственниками, чтобы они проспонсировали мою инвестицию. То есть, грубо говоря, можно одолжить деньги у родственников? Нет, не одолжить, это должен быть подарок. Подарок. То есть родственник должен сказать, что я даю вам подарок, и в своем афидевите написать, что это подарок просто так, и я не ожидаю выплаты обратно. А дальше уже, как вы договоритесь сами, это уже личная проблема в семье вашей, скажем так, да? Нас интересует, что это подарок. Понятно. То есть, нам, в общем, какие еще примеры могут быть? То есть, например, прибыль бизнеса. У меня просто рядом сидит подружка, да? Дивиденды, акции, облигации, бонус, можно показать, зарплата накопилась, которую вы не потратили, допустим, в течение 10 лет. А можно кредит под бизнес взять? Не знаю, под бизнес взять кредит, не под недвижимость, например? Все зависит, какие документы, нужно смотреть на документы бизнеса, какой договор были, существовали партнеры, shareholder, то есть, это индивидуально, то есть, каждое дело, если человек использует бизнес, то я должна читать все документы с этим бизнесом связанные. Ну, это возможный вариант. Да. Что у меня было дело, где человек выиграл в суде? Большой суммой человек. Вау. То есть, просто, ну, то есть, у меня клиент из Азербайджана выиграл в покер, он профессиональный игрок в покер, и вот эти документы по самому выигрышу он подал как source of funds, источники происхождения средств. Как интересно. То есть, могут быть очень креативные источники, как бы, да, для этих денег, которые вы инвестируете, по сути, вы покупаете, да, а-ля американский паспорт с помощью этой инвестиции. То есть, это не сразу паспорт, это грин-карта, которая ведет паспорт, естественно, через там, пять лет, если не ошибаюсь. Но каждое дело индивидуально, то есть, для каждого клиента будет свой индивидуальный подход и анализ, потому что, если ваш сосед сделал так, не значит, что и у вас получится так же. Окей. Ребята, те, кто к нам только присоединился и с самого начала слушают, если у вас есть вопросы, вы можете поднять руку и задать их, не смущайтесь, да, то есть, или, как бы, написать в чате, я хочу, Марин, можно в чате написать, как задать вопрос, если кто-то, может, меня, да, не послушал? У нас, вот, Марина в Калифорнии, она у нас, да, и она сейчас вам объяснит, Марина, вот, так что вы просто знали ее в лицо, что вы можете ей тоже задать вопрос. Нет. Да, я напишу в чате для удобства. Да, я нахожусь сейчас в Киеве, как бы, как раз приехала, навещала сначала в Москве, как бы, свою семью, потом еще другую часть семьи в Киеве, и могу сказать, что очень, как бы, хотела, да, чуток, как бы, уточнить у, видимо, Ирины, в первую очередь, очень много, да, впечатлений такое у людей, что в США невозможно сейчас въехать, или что иммиграция полностью закрыта, и, а также, что у нас очень много погрузов, громов, да, в США, и вообще все, короче, горит, и все пропало. Ирина, можно сейчас въехать в США? Да, можно, но это зависит от каждой страны, с какой страны вы въезжаете, нужно проверять, естественно, карантин, но я знаю, что люди выезжают в Россию, выезжали даже в течение, я помню, и в апреле, и в мае, то есть это все возможно, то есть, и также люди въезжают, просто нужно соблюдать все условия, и авиалиния, иногда бывает такое, что отменяется рейс, но потом вас садят на другой рейс, это мои клиенты мне рассказывали, то есть это тоже происходит, по поводу погромов, это зависит, где вы, то есть, допустим, Мангаттан, и даже какая часть Мангаттана, и... Ир, у вас что-то громят вокруг вас, прямо сейчас? Я в коннектику, у нас ничего не громят, у нас тишина, и покой, и птички поют, у нас спокойно. Вот, и Виталий, тоже хотела спросить, я знаю, что у Виталии есть клиенты, которые уже в карантин приехали в США, да, как бы и начали свой процесс. Ну, у меня есть клиенты, которые из Украины, из России, они приехали в США, и тут или путешествуют, или там частично занимаются, вот, разведку боем проводят, по своим визовым стратегиям. Да, но я так понимаю, что это прямые рейсы из Москвы в Лос-Анджелес, из Киева, допустим, в Нью-Йорк. Главное, насколько я знаю, не лететь, не делать пересадку через шенгенскую зону, потому что, в США считается, что шенгенская зона под карантином, и посадит вас на карантин на две недели. То есть, если у вас нет грин-карты или, да, какой-то бизнес-визы, которая, ну, у вас туристическая, как бы, да, виза, то лучше лететь через Турцию, как бы, да, или прямой рис какой-то из России, из Казахстана, Украины и так далее. То есть, ну, как бы все в порядке, люди могут приехать, присмотреться, уехать, то есть, нам пока ничего с этим не мешает. Давайте немножко хотела поговорить о сроках, да, как надо, то есть, мы понимаем, что для пути EB-5 нужно инвестировать 900 тысяч долларов. Через сколько, Ирина, можно получить грин-карту на руки и перебраться в США? Примерно 18-24 месяца, но могут быть, может быть и меньше, может быть и дольше. Тем более, сейчас имейте в виду с коронавирусом, и миграционные службы очень загружены, так как не все работники в них работают на данный момент. То есть, я отслеживаю по потоку клиентов, то есть, если клиент у меня, допустим, начали дело EB-5 полтора года, два года назад, уже начинается движение, начинается приглашение на интервью. Окей, а опять-таки, да, сколько обычно, хотела уточнить, возможно, Виталия, да, сколько обычно люди принимают решения, то есть, с момента, может, идеи, да, сколько, ну, до того, уже все-таки начинается весь процесс, ну, так, чтобы люди тоже ориентировались. Ну, я думаю, что, ну, можно среднюю, какую-то статистическую вывести цифру, это будет несколько месяцев, потому что за эти несколько месяцев нужно найти иммиграционного адвоката для себя, проработать документы, подтверждающие происхождение для многих людей из Украины, из России, ну, это занимает время, ну, и провести анализ тех проектов EB5, которые находятся на рынке, открытые для инвестирования, то есть, получить партнерские документы, а у нас партнерские документы состоят из нескольких сотен страниц, где, ну, существуют там различные аспекты информации про инвестирование и партнерство наше, то есть, есть там договор кредита между партнерством и заемщиком, есть анализ ситуации на рынке в конкретной локации, есть информация про залоговые обязательства заемщика и так далее. Когда в прошлом году объявили о том, что будет повышение цены, то люди всхакивали в последние вагоны и делали свое решение в течение нескольких дней или там пара недель. Но вот с другой стороны у меня был клиент из Германии, который первый раз обратился к нам в 2014 году и в 2019 году он наконец-то решился. То есть, для всех это разные вещи, разные таймлайны. И нужно чувствовать, насколько комфортно вы себя чувствуете для принятия решения по инвестированию. Это большие деньги и серьезные мальчики. Все аспекты программы EB-5. Хотела еще уточнить возможного Ирина. Ирина, если нет 900 тысяч долларов, но есть меньше денег, есть еще вариант не EB-5, а E-2. Можно кратко рассказать об этом варианте? Э-2, да, не все страны подходят под эту категорию. Например, Россия, Белоруссия не имеют договора. То есть, нужно, вы должны быть участником договора США. Украина такую возможность имеет. То есть, вы можете открыть бизнес. И Узбекистан там есть тоже? Нет, Казахстан. То есть, в основном, это все-таки украинцы и казахи, которые могут открыть бизнес? Да, у меня были клиенты из Казахстана, из Украины. Можно открыть бизнес, нет прописанной суммы по закону, но, просто даже логически, из нашего опыта, нужно вложить хотя бы 100-150 тысяч, потому что бизнес открыть в США, чтобы арендовать помещение, чтобы нанять хотя бы одного-двух работников, ну, 150- это будет минимум. Ну, естественно, все зависит, какой тоже тип бизнеса. Бизнес бизнесу рознь, и для некоторых бизнесов нужны очень большие вложения, для некоторых достаточно хорошего бизнес-плана, арендовать помещение, но не от работника, и показать, что все логически по бизнес-плану, вы будете нанимать, допустим, через год больше людей, будете расширяться. То есть, бизнес-план очень важен. Но для E2Viz различие от EB5 это не иммиграционная виза, она не ведет грин-карте. То есть, вы можете здесь быть на неиммиграционной визе со своими, допустим, супругой, супругой, детьми, но это не ведет грин-карте. Иногда, если ваш бизнес очень успешен, и потом вы можете перевести в EB5, в теории это возможно, на практике это все намного сложнее. А какие есть еще способы, да, то есть, если вы, например, поехали, не знаю, там, по EB, то есть, по E2, ну, это был украинец, видимо, или казах других вариантов, ну, там, видимо, по советскому персоналу, поменьше. То есть, как бы, люди, ну, не знаю, там, женятся, выходят замуж за американцев, там, или они получают визы для талантливых, грин-карты для талантливых, то есть, какие вот, ну, ну, надо доказать, что вы выдающийся в своей сфере, определиться. Выдающийся бизнесмен, например, да, то есть, не знаю, там. Да, у нас были выдающиеся бизнесмены, и мы получали грин-карту таким образом. Также можно L1, если вы переводитесь из филиала, но сейчас L1, пока до декабря все приостановлено и намного сложнее, то есть, я пока не беру этот титвист, так как очень сложно сейчас что-то сделать, и очень много отказов именно по этой категории, то есть, очень строго стало. Если раньше L1 можно было делать направо-налево, сейчас из десяти клиентов, может быть, мы одного возьмем. Естественно, брак с гражданкой, гражданином США, это должен быть настоящий брак, вы должны жить вместе, вы должны финансы соединять, вы должны налоги вместе подавать, и это должен быть реальный, настоящий брак, который нужно будет доказать иммиграционному офицеру, потому что брак с гражданкой, гражданином США, бремя доказательства, бизнес на клиенте, не на иммиграции. Ну, то есть, более-менее понятно, что как бы ИТУ, это как временное такое разрешение быть, да, как бы работать в США, как бы пребывать легально, но это не навсегда решение, как бы, да, иммиграционного вопроса. Ну, у меня был один клиент, который уже 20 лет сидит на едва, и он из Канады, он не собирается получать грин-карту, он доволен, бизнес работает, зарабатывает деньги и спокойно ездит туда-сюда. Есть такие случаи, когда человеку не принципиально получит грин-карту. Давайте вернемся, да, к более надежному, так сказать, способу, это EB5, то есть EB5 ведет грин-карты, правильно, Виталий? Да. Вот, Виталий, хотела еще уточнить, как бы, ну, видимо, то есть, как обычно люди, которые инвестируют через ваши региональные театры, объясните, пожалуйста, почему это нужно делать через вас, а не самим, потому что очень многие люди думают, а зачем мне вообще посредники, я, может, сам открою бизнес, как бы, да, в США, потому что я, короче, уже открыл бизнес там в другой стране и все нормально, например, да? Ну, я просто аллегорически всегда говорю, что мы даем вам ключ для двери к постоянному проживанию, который работает во всех случаях, то есть, у нас не было отказов по нашим бизнес-планам, а это значит, что не было ни одного человека, который из наших бизнес-планов не получил грин-карту. А смысл этой программы в том, чтобы создать рабочие места в США, правильно? Смысл этой программы чтобы человеку облегчить получение грин-карты, потому что понятно же, что многие люди никогда не жили в США или не знают, как здесь все устроено, как здесь все работает. И начать бизнес с нуля, построить какой-то новый бизнес, нанять 10 человек и их содержать на полной зарплате 2 года, во-первых, это выйдет больше, чем 900 тысяч, во-вторых, совершенно не факт, что это человеку удастся. Конечно, вот Ирина сказала, что бизнесмен из Канады. Понятно, почему ему не нужна грин-карта, потому что ему в Канаде хорошо. Он делает Е2, сделал Е2 для развития своего бизнеса, чтобы ему было удобнее вести свой бизнес здесь. но если человек хочет делать свой бизнес-план, открывать свое предприятие и нанимать 10 человек, он должен вести активную деятельность и менеджировать свое предприятие ну day-to-day basis, то есть ежедневно. А там можно столько же вкладывать, 900 тысяч долларов или больше? 900 тысяч или же если предприятие находится не в ТЕ, не в зоне повышенной безработицы 1800. то есть миллион 800 тысяч. И если человек готов, он говорит я хочу это делать, я хочу активно управлять своим бизнесом, пожалуйста. Но программа AB5 в части региональных центров, она позволяет человеку инвестировать пассивно, то есть человек просто несет свои деньги и депонирует их на сроком на 5 или на 6 лет, получает небольшие проценты, и вместе с тем он занимается своими собственными делами, готовится к переезду, когда деньги у него запаркованы в партнерстве и он идет, проходит свой миграционный путь, ему не нужно каждый день управлять своим бизнесом. Вот для этого и существует программа региональных центров в программе EB5. и статистически получение грин-карты по прямым инвестициями EB5 составляет около 3%, то есть это цифры говорят сами за себя, что конечно же есть люди, которые выбирают этот путь и они достигают успеха, но в основном люди просто выбирают куда инвестировать, пассивная инвестиция, подают иммиграционные петиции и занимаются своими собственными делами. То есть большинство людей инвестируют через региональные центры выходит, да? Да, через региональные центры. Я сама как предприниматель хотела напомнить, что собственно говоря большинство бизнесов новых, которые вы открываете, они скорее всего охочатся неудачей, а неудача это не вариант для, если вы хотите иммигровать, правильно, Ир, скажите, дают грин-карту, если не удалось что-то с бизнесом? Нет, 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 вы должны, ваш бизнес должен существовать, он должен быть прибыльный, вы должны создать хотя бы 10 рабочих мест, что вы, если вы делаете прямую инвестицию, имейте в виду, что зарплаты в США естественно очень достаточно большие, и что платить зарплату 10 человек плюс страховки, плюс налоги, то есть это выйдет намного больше, чем... Они должны быть не в штате, эти люди, не как контракторы, а именно в штате, правильно? Да, да, да. В штате на полную занятость, полный рабочий день, и это не должны быть ваши родственники, это должны быть люди, которые имеют право находиться на территории США. То есть, по сути, если это ваш логистический центр, который строится в Италии, это рабочий, который, например, его строят, это могут быть люди, которые уже будут его обслуживать, то есть вот таким образом эти рабочие места и набираются, в вашем случае. Да, если мы говорим про наш проект группы 78, то здесь есть защита инвестиций и защита по получению грин-карты. Следующее, даже если, допустим, мы возьмем такой вариант, что эти логистические центры построились, а у нас есть в взлоговых обязательствах у застройщика гарантия завершения строительства. Это допускается условиями ИМИ-5, то есть иными словами застройщик должен закончить строительство этих двух логистических объектов. Я хотела уточнить, может кто не понял, то есть юридически, формально не имеет права региональный центр или адвокат вам давать гарантии возврата инвестиций, потому что по определению по закону, по американскому, инвестиции рисковые должны быть для того, чтобы получили грин-карты. Но вам законным образом могут гарантировать, что строительство завершат, правильно? Завершение строительства не противоречит условиями ИМИ-5, да. То есть почему это важно? Рабочие места для инвесторов в таком партнерстве создаются во время строительства. Мы полагаемся только на них. Поэтому для нас важно, чтобы эти объекты были построены, другими словами, чтобы все средства, которые получил застройщик, не были потрачены и рабочие места созданы благодаря этим капиталозатратам. И что получается, даже если взять такой пиковый и самый распиковый случай, что теологистические центры никто не заинтересовался, никто не купил, никто не зарендовал. То есть через шесть лет, когда продает срок выплаты кредита EB-5, строщик говорит, у меня нет денег, у инвестора эта грин-карта все равно остается, потому что он выполнил два условия для получения постоянной грин-карты. Он вложился в рисковое предприятие, он создал 10 рабочих мест. Теперь защита инвестиций. Как я уже сказал, что на оба эти объекта уже есть арендаторы и заключены долгосрочные договора аренды на 10 и на 20 лет. То есть мы знаем, что в такой-то срок должна произойти оплата за аренду, которая будет достаточно для того, чтобы возвратить кредиты EB-5 и другие кредиты, допустим, основной банковский кредит, который получил застройщик. Это в партнерских документах. То есть в данном случае инвестиция очень безопасная и хотя в партнерских документах не написано, что мы гарантируем возврат инвестиций, а наоборот там четко прописано, что в зависимости от успешности проекта или неуспешности существует возможность потери частичной или полной потери инвестиций. Это то, что должна увидеть иммиграционная служба эту формулировку для того, чтобы они одобрили грин-карту. Но вероятность такого развития событий, что так пойдет плохо, что через 6 лет застройщик не сможет вернуть свои идеи, этот долг B5 и B5 на очень маленькая. Тем более, что у нас есть опыт сотрудничества с этим застройщиком. Компания Hillwood это одна из самых крупных компаний и девелоперов США. У них много миллиардной обороты. И этот проект 78-й это наш 31-й проект с компанией Hillwood. И у компании Hillwood с нами вообще никогда не было никаких проблем. до сегодняшнего дня все кредиты EB5 в Hillwood возвратил. Это, по-моему, 14 на данный момент партнерств. Сколько лет заработаете в CMB Regional Center, то есть компания, где вы директор? Сколько лет вы уже занимаетесь этим? Ну, я начал работать в CMB 2014 года. Нет, самая компания. Она же самая старая в США, насколько я знаю, компания начала работать в 97 году. В том году, когда ввели эту программу EB5? Эту программу ввели в начале 90-х, и создатель компании Pat Hogan начал работать в программе EB5 еще раньше 1997 года. Это был его stand-alone проект EB5, потом он создал компанию CMB, это тоже интересная история. Он узнал, что очень большая крупная военная база США в Калифорнии закрылась на конверсию и потеряли работу. То есть там были объекты инфраструктурные, которые никому не были нужны. И он увидел в этом возможность перестроительства и реконструкции вот этих объектов для промышленных индустриальных целей с привлечением капиталов инвесторов EB5. 10 наших первых партнерств находились на территории вот этой военной морской силы США Нортом Калифорнии. Как интересно, я хотела уточнить, у нас есть открытая статистика по этой программе иммиграции для инвесторов. Мы знаем, что большинство людей, которые иммиграют через нее, это китайцы. Русскоязычные там тоже есть, я недавно сняла цифры, что в основном это россияне, украинцы и казахи немножко, и азербайджанцы, если не ошибаюсь. Белоруссия. Белоруссия еще, а, точно. Иракистан. У нас был в прошлом году инвестор из Туркмении. Вы знаете, Туркмения насколько закрытая страна. И там есть нефтяные деньги, то есть газовые деньги, нефтяные деньги. Я думаю, что я не знаю, откуда у него деньги, но мне кажется, что у него деньги лежали не в Туркмении, а где-нибудь на Ближнем Востоке, там, в Губае или в Арабских Эмиратах. Потому что, как правило, если клиент из Казахстана, у многих клиентов из Казахстана деньги лежат не в Казахстане, допустим, а в Арабских Эмиратах или в Европе или в Губаях. Рустем, может, вы хотите сами задать свой вопрос? Давайте я вам дам возможность. Мы видим его в чате. Смысл в том, чтобы вы задавали голос, если вы хотите связать с видео. Рустем? Да, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Виталий хорошо сказал про защиту инвестиций. Я просто хотел бы услышать, какой процент обычно начисляется? Процент у нас, как правило, 0,8. Это очень маленький процент, который вы получаете каждый год. и в принципе инвесторы D5 понимают, что прибыль с инвестицией это не приоритет в программе D5. Программа D5 не существует для того, чтобы получать с инвестицией прибыль. Наоборот, мы хотим уменьшить рисковость наших предложений и маленький процент, который должен платить девелопер в партнерство, является одним из инструментов уменьшения рискового компонента. Я не знаю, вы, видимо, только приценились и, может, не слышали начало, но мы как раз обсуждали, что у них CMB, Virgin Islands Centers, которые Виталий представляет, у них есть вот сейчас как бы они переключились после начала коронавируса на проекты не люксовой недвижимости или гостиничной или там раньше Калифорния или Майами или Нью-Йорк, а у них сейчас логистические центры, которые одна компания, которая принадлежит одному самому богатому человеку мира, соответственно, сразу выкупает и использует для доставки товаров. Я хочу сказать, что мы и до коронавируса не делали проектов в Нью-Йорке и в Майами. А, не делали, извините, я тогда... Наша позиция принципиальная была такая, что инвестиции должны в программе EB-5 идти именно так, как задумана программа в те районы, которые нуждаются прежде всего в притоке инвестиций. Они были более надежные там, да? У нас много логистических центров, у нас много проектов, которые находятся не в городах, а в сельской местности, допустим, солнечной электростанции в Неваде или биохимический завод в Северной Дакоте. Конечно, есть у нас и проекты, которые находятся в крупных городах, но, в общем-то, у нас с Хиллвудом очень много логистических проектов, а логистика строится, как правило, возле какой-то большой транспортной развязки, чтобы было удобнее развозить товары, или же возле крупного аэропорта. Например, у нас открыт еще один проект, группа 75, три логистических центра строится возле аэропорта города Детройт. Это уже на границе с Канадой, где, как бы, соответственно, не такой... Это тоже большой транспортный хаб, да, идут товаропотоки из Канады в Канаду, с западного побережья на восточное побережье, в южные штаты США, то есть там и развязка магистральная, и интерстейт, и большой крупный аэропорт. Я хотя, дело в том, что я сегодня буквально, да, как бы приглашал одного из моих знакомых киевских, которое так оказалось, что его клиенты, да, ну, он адвокат, инвестировали, тебе, кстати, от Сережи привет, Ирин, как бы инвестировали, вот я Ирину сейчас покажу, как бы они уже инвестировали, мне кажется, уже петиция одобрена. Я помню, что у нас был очень интересный разговор, он немножко так рассказывал мне, что вот там, как бы, инвестор хотел определенно только небоскреб в центре Нью-Йорка, и, ну, то, что мне рассказывал Сергей, и инвестор отказывался как бы на что-то другое, как бы, как Ирин? Бывает, да, такое происходит, у меня бывали интересные запросы, один раз был запрос найти проект, чтобы не было алкоголя. А это был мусульманский клиент, да? Ну, конечно, да, то есть это было для него очень важно, в итоге он не проинвестировал, просто он никак не мог найти подходящий проект, и он, я не думаю, что он был суперсерьезный, неготовый еще был. Один клиент у меня проинвестировал в гостинице Playboy в Мангатане, вот именно хотел Playboy, хотя я отговаривал. То есть, дело в том, что, вот мы на прошлой встрече, когда мы обсуждали, мы объясняли, да, людям, что необязательно жить там, где вы инвестируете, то есть это пассивная инвестиция, вам не надо там ходить за кота в рукава, что-то делать, но все равно, насколько я понимаю, иногда, ну, как бы некоторые люди все равно хотят видеть, да, свой объект или показать друзьям, да, то есть это такая мотивация? Ну, некоторые бывают, то есть они хотят тур, они хотят посмотреть, как все строится, сфотографироваться, но на самом деле, то есть нужно изучать документы больше и статистику успеха, как я считаю, и задавать правильные вопросы, но если инвестор хочет увидеть объект, то всегда, пожалуйста, это можно с оригинальным центром организовать. Без проблем. То есть у вас ездят люди посмотреть на строительство, что там что-то есть, что как бы, да, ну, я знаю, что там есть веб-камеры, да, на строительстве он показывал на многих. Да, совершенно верно. Ездят, и мы предлагаем встречи с застройщиком, посещение объекта, вот, но я все равно должен сказать, что большинство инвесторов принимает свое решение после того, как просто изучили партнерские документы, задали вопросы, сделали какие-то видеоконференции, и, ну, в общем-то, приняли решение. Мы, у нас есть два офиса в Рокк-Айленде, штат Иллинойс, и в Далласе, штат Тексас. Вот, ну, в Далласе, наверное, потому что это крупный город, там легче посетить наш офис, чем здесь, в Рокк-Айленде. Также в Нью-Йорке люди очень многие проездом, и по пути обычно спрашивают, а мы можем посмотреть эту гостиницу, можем посмотреть этот проект, особенно до коронавируса, то есть было удобно просто, если они летели, допустим, в Москву, или на Украину, и в Нью-Йорке что-то смотрели. Ну, Ирина, есть клиент, который приехал в США, и не может приехать к нам в Иллинойс, в нашу глубинку, а остановился где-то в Нью-Йорке, то я могу полететь в Нью-Йорк, встретиться с клиентом вживую, потому что для многих это, ну, фактор очень важный. У нас все еще, я не уверена, что у нас так много живых встреч сейчас происходит в США, вот так они начинаются, я просто знаю, что я обретаю внимание, что и в России, и в Украине намного более активно сейчас уже, пошли как бы, ну, то есть мероприятия, уже начались там театральные сезоны, какие-то инвенты, бизнес, ну, намного более расслабленно относятся к ношению маски, там, температуру на запястье, тыка, и так далее. Я хотела предупредить, тех, кто может рассчитать, что пока что у нас на данный момент все-таки немножко более жесткие меры в США, в том плане, что, ну, от людей ожидается больше маски носить, как бы, и все-таки намного больше всего онлайн. Катя, ну, Катя, еще зависит от Штата, например, Меркорида только что объявила, что они сняли все условности и больше, как бы, ничего, никого не заставляют. Да, у меня муж уже все, я приезжаю, как бы, завтрак раз, вылетаю обратно в Нью-Йорк из Киева, и мне муж уже говорит, все, мы с тобой летим в пятницу в Майами, будем выбирать дом. Я говорю, ты еще попробуй найти дома, в Майами там все, видимо, раскупили. Ну да, то есть есть Штаты, где намного, ну, менее, как бы, жесткий режим, но я просто хотела предупредить, что намного сейчас, видимо, в Штатах очень много сейчас всего происходит уже онлайн, и вот последние, видимо, полгода чуток меньше личных встреч, я бы так сказала, да, то есть на первом этапе, правильно, из вашей практики? Вы же обычно сейчас общаетесь тоже, Ирина, онлайн с клиентами. Ну, моя практика была уже до коронавируса, построена так, что очень много клиентов по всему миру, и у меня виртуально, то есть у клиента должен быть телефон, имейл, если человек хочет со мной по видео, мы можем по видео, поэтому для меня, как бы, на меня это особо не повлияло, повлияло, что я не могу пойти в суд, и многие интервью были отменены, и сейчас я снова начинаю уже лично ходить, то есть начинают вызывать клиентов, это единственное, а так я работала, весь коронавирус, я не пропустила ни дня, я посылала дела, начиная с февраля, и миграция принимает дела, поэтому я работала, я, то есть в полном режиме. Виталий, вы уже говорите о том, что мы работаем в обычном режиме, я, как Ирина, ни одного дня не проволынил, вот, и что я могу сказать, что программа EB5, она работает, мы знаем, что Трамп отменил, ну, приостановил действия определенных визовых категорий, но он сделал исключение для EB5, и, кстати, ну, раз мы, раз уже пошла, такая вот, такой разговор про администрацию Трампа, может быть, мы могли бы тоже раскрыть немножко вот эти вот вопросы, потому что я получаю очень много вопросов от потенциальных инвесторов, которые говорят, Трамп вообще хочет закрыть иммиграцию, и, то есть, я не знаю, насколько мне будет комфортно. Да, по поводу EB5, наоборот, политика Трампа, создавать рабочие места, инвестировать в экономику, и EB5 не затронула. Более того, что? Поэтому, если вы планируете инвестировать по программе EB5, то, в принципе, это идет положительно с политикой Трампа сейчас. Более того, кого бы не... Я просто от некоторых слышу, что люди немножко переживают, что у нас будет с выборами, да, как бы в ноябре в США. Дело в том, что ни один американский президент никогда не скажет нет людям, которые хотят вложить деньги в США, да, ну, то есть, на глобальном уровне не запретить такие программы, более того, не Конгресс, да, как бы это делает, а не президент. И зять Трампа конкретно продвигал, как бы, в Азии, да, очень много своих... то есть, у него тоже были свои проекты, то же самое с Джо Байденом, мы знаем, что его сын, да, если выиграет Джо Байден, а не Трамп, то его сын в Украине очень тоже много занимался инвестиционными проектами, и, как бы, разрабатывал очень много на это, да, как мы знаем, там, эспрессы. Поэтому, кто бы не выиграл, да, из них двоих, с EB5 будет все в порядке. Более того, мне Виталий рассказывал, когда мы общались, да, вчера, что там увеличили количество виз, да, Виталий? Да, да, есть такое, что по визам, по гринкартам рабочей категории employment-based, EB5 это одна из этих визовых категорий, employment-based, пятая категория, количество виз, количество гринкарт, которое будет выделяться в следующем финансовом году, а он в США начинается 1 октября, то есть на следующий, ну, через пару дней, количество гринкарт беспрецедентное, обычно выделяется где-то 140, может быть, 150 максимум тысяч гринкарт в год на все эти визовые категории, а в следующем году 260, даже больше тысяч гринкарт будет выделено на визовые рабочие категории по гринкартам и EB5 будет не 10 тысяч, а, по-моему, где-то 18 тысяч. Ну, то есть, в общем, это хорошие новости, так что, пожалуйста, инвестируйте, копите деньги, как мы уже говорили, их можно собирать с разных источников, понемножку у нас, вот и было 13, да, разных источников. Катя, я хочу заметить, смотрите, не делайте следующего, у меня бывает, что потенциальный клиент приходит и говорит, все, я уже выбрал деньги, я уже перевел в другой банк, я готов эти деньги переводить региональному центру на условно депозированный счет. Не делайте этого, начинайте работать с адвокатом, потому что вы думаете, что может быть у вас уже все доказано, но для миграционного работника это абсолютно не доказано, поэтому нужно начинать самый важный момент, вы нанимаете миграционного адвоката, вы параллельно выбираете региональный центр и проект, адвокат вам может в этом помочь, и параллельно занимаетесь источником своих средств. И только когда адвокат вам дает зеленый цвет, только тогда вы их переводите. Да, Рустам, Ирина, смотрите, я тут тамада, как бы я главный редактор Рубика, поэтому я просто смотрю, я уже встречу. Ирина у нас иммиграционная адвокат, она специализируется, вот Ирина, на EB5, у нее очень много клиентов было, которым она помогла иммигрировать, оформила все, именно через инвестиции, почек грин-карты, впоследствии и паспорт. Вот, то есть Ирина у нас иммиграционная адвокат, она по праву, по легальной стороне, по этапам иммиграции в Италии, он у нас специалист по инвестициям, он директор по работе с клиентами регионального центра, то есть лицензия от государства, заниматься инвестициями иностранцев, за это, грубо говоря, им раздают грин-карты. Ну, это я так утрирую, конечно, ну, не раздают, но, как бы, получают возможность как бы их получить, да, грин-карты. В общем, смысл в том, что почему мы здесь с Ириной присутствуем оба, потому что для каждого инвестора нужно решить иммиграционную проблему, получить грин-карту и вернуть свои деньги обратно. Это две цели каждого инвестора EB-5. Поэтому за иммиграционную сторону, за правильность подачи и сбора документов по Source of Fund заключает иммиграционный адвокат, региональный центр предоставляет бизнес-план и бизнес-план часть первой и второй петиции. Это тоже очень важно, потому что вы можете получить отказ как по Source of Fund так и по бизнес-плану. То есть Ирина сейчас занимается тем, что перед тем, как она вообще берет ваши деньги, да, или как бы Виталий берет ваши деньги, она просто анализирует вообще, ну, то есть ваши деньги достаточно ли чистые и может посоветовать, что сделать так, чтобы они все-таки понравились американцам, да, как бы. Если это возможно, естественно. Ну, да, то есть есть, конечно же, разные, как бы, легальные абсолютно способы все-таки сделать эти деньги намного более светлые, потому что некоторые практики, конечно, из-под советского простаза не совсем могут быть понятны, да, как бы американцам. Вот для этого есть Ирина, которая посмотрит и скажет, вот это мы можем, это мы не можем, да, то есть в этом заключается ее работать даже на этапе доинвестирования просто посмотреть на источники ваших денег. Давайте будем закругляться, если никого больше нет вопросов, я обязательно всем... Подождите, у меня, я вижу моего клиента, бывшего, Павел, скажите что-то, я вас вижу. Павел. Павел Пуш? Да, знакомое лицо. Павел, привет. Привет. Скажите нам что-то, у вас есть грин-карта? Не только грин-карта, гражданство уже. Чего-то Павел, видимо, может, нас не слышит? Не ожидал, что я его... Да, чтобы его так... Да, мы там... Вот, да, Павел, кстати, то есть у Павла уже есть гражданство, и он с вами эмигрировал, да? Через инвестиции. Ну, я не буду рассказывать детали. Здравствуйте. Это правда, что у вас есть грин-карт? Добрый день. Нет, у меня уже нет грин-карта, у меня гражданство, и мы с Ириной получили это гражданство прямо вот на последнем, так так сказать, за несколько дней до объявления карантина в городе Нью-Йорке как бы полностью, то есть запрыгнули практически в последний вагон в марте этого года. Супер. И как бы, это очень удивительно. И я хотел, вот Павел, раз мы уже вас как бы вызвали в этой доске. Хотел спросить, все-таки хорошо жить в США посреди всем, откуда вы приехали? Какие есть плюсы, да? Есть свои плюсы, есть свои минусы, то есть все зависит от того, где вам... Я, честно говоря, как бы... Это... Окей, давайте скажу так, это довольно сложный вопрос для меня, то есть я очень люблю город Нью-Йорк, и я... Павел, Павел, кстати, живет. Павел занимается туризмом. Да-да-да-да. Занимался до... А! Занимался до... До истории с ковидом. То есть в... Америке есть свои плюсы, в Америке есть свои минусы. Так же, как и в любой стране есть свои плюсы, есть свои минусы. То есть очевидно, что, если в Америке все делать по правилам, по законам, и не будет никаких проблем, если как бы встроиться, то можно наслаждаться спокойно. Но если... Если есть какие-то проблемы с законом, то я боюсь, что американское правосудие, американские правоохранительные органы не дадут вам сказать спокойно. В общем-то, если в каких-то составах можно на это закрыть глаза, можно как-то, не знаю, откупиться, какие-то глаза, то в Америке, к сожалению, этого не получится. Ну, понятно. И... Поэтому нужны адвокаты. Спасибо большое, Павел Райс. Павел, ты очень хорошо понял на себе. Это все, что я могу сказать, что да, что самодеятельностью не надо заниматься в США. Нам скупое платье дважды. Как бы все... Я как бы тоже всегда настаиваю на том, что как бы лучше заниматься, чтобы каждый занимался своим делом. Адвокат занимается всеми вашими легальными делами. Не надо самодействовать. Рустем, вы еще что-то хотите спросить, я вижу, да? Да нет, нормально. Спасибо большое. Окей. Да, хорошо, спасибо большое. Тогда давайте мы потихоньку будем будем знакомы с Ириной теперь. обращайтесь. Очень приятно. рассказывать про все подноготные. У нас уже был на прошлом семинаре такой нюанс, что там одна как бы, да, одна из посетителей, да, как бы достаточно много публичных всего спрашиваю, а потом попросила удалить это видео, поэтому с пониманием относимся, да, как бы, ну, к тому, чтобы, ну, да, защищать конфиденциальную информацию. Поэтому, пожалуйста, у нас есть возможность лично, как бы, да, чтобы вы обратились. Спасибо большое, Ирина, спасибо большое, Виталий. Все участники получат от меня еще, как бы, запись видео и к саморе тоже этой встрече. Всем хорошего дня и вечера, и мы с вами еще, надеюсь, увидимся. Пока-пока, до свидания. До свидания. До свидания.